Харик Кришна, и так мы продолжаем. Шестая глава Багавы Дьеты, как она есть. На чем остановились? Кто напомнит? Семнадцатый текст. То есть речь касается регуляции. Сон, еда, труд, отдых. И тогда можно приступить к йоге. Что же такое йога? Абрабхат часто упоминает, что йога – это не гимнастика. Когда говорят о йоге, то есть есть искаженные представления. Ну, западный мир далеко ушел от каких-то ведических понятий, культуры, абсолютно истины. Свойства ума – перетолковывать какие-то явления, термины, события, названия новые какие-то, создавать, придумывать. Это ум. Но йога означает, что нужно вернуться к изначальным понятиям. Йога – это процесс йоги. Да, в этой главе будет говориться, что ум, он неустойчив, он будет отклоняться всегда. Но нужно его под контроль я. Это йога, значит. Но ум настолько далеко ушел, что даже понятие йога уже сейчас непонятно человеку, что такое йога. Или душа, или бог. Это основополагающие, как бы, фундаментальные понятия тоже уже сменили свое значение в умах людей. Ну, как же тогда йога? И пропадает йога – это не гимнастика. И здесь мы видим, что в комментарии такой метод пропада используют. Отметьте, это метод используют. Здесь описывается аштанга йога, некие технические приемы йоги. Но в комментарии пропада иллюстрирует бхакти-йогу, что на полностью соответствует тому, что написано технически в текстах. Он будет пример приводить из практики преданных, осознания Кришны. Хотя здесь описывается практика мистической йоги, аштанга йоги, восьмиступенчатой йоги. Например, этот 17-й текст. Тот, кто умерен в еде, сне, труде и отдыхе, может, занимаясь йогой, избавиться от всех материальных страданий. От всех материальных страданий. Ну, хорошо. Хорошо. Я ем, сплю, работаю, отдыхаю и хожу в клуб йоги. Но я не избавился от всех страданий, простите. Эта йога сейчас невыполнима, даже в таких простых правилах невыполнима, видите. Врозь, что тут кажется, еда, сон, но большинство людей еще пока мисоеды, они не видят, как бы, границы, где заканчивается работа, где начинается отдых, и что такое отдых вообще, и что такое работа вообще. Это тоже понятие, очень сильно смещенное сейчас. Мы говорили о том, что в карма-йога означает, должен быть труд духовный, работа должна быть, также иметь духовный смысл. Иначе она не принесет счастья. Здесь говорится, работа должна быть также отрегулирована. Значит, каждое это понятие сейчас нужно восстанавливать. Вы можете давать большие лекции по этому стиху обычным людям. Тут, собственно, о Кришне прямо ничего не говорится, но очень хорошая подготовка, чтобы ум поставить на место. Что же такое настоящая еда, что такое настоящий сон, что такое настоящий отдых, работа и йога. Вот эти пять вещей. И здесь говорится, от всех материальных страданий. Но Прубада описывает, поскольку эта йога труднодоступна, трудно самому отрегулировать свои чувства и дельность, сон и прочее, практически невозможно современному человеку. Он говорит здесь, что Бхак-йога автоматически этого достигает. Автоматически вы контролируете еду, потому что вы видите Кришну Прасаду. Автоматически вы контролируете свою деятельность без последствий, как вы ее посвящаете Кришне. И прочее связать с Кришной. Она, естественно, будет отрегулирована. И что вы почувствуете? Вы почувствуете счастье. Это еще не экстаз, это еще не ананда. Ананда будет описываться с 21 по 23 стих. Самадхи. Это просто отрегулированная жизнь. Уже человек счастлив. Смотрите. Иногда предные то же самое говорят. Почему у меня проблемы? Но посмотри, у тебя жизнь не отрегулирована. Как правило. Я практикую, практикую. А где? Самадхи. Но до того, как ты научишься входить в транс, в самадхи, до того, должен научиться регулировать свою жизнь. Свой быт, свою еду, свой сон, свою деятельность. Деятельность всегда должна быть честная и праведная. Еда должна быть всегда освещенная. Сон должен быть чистым. Нужно знать, когда спать, когда просыпаться и прочее, прочее. То есть, есть такие практические рекомендации. Мы можем видеть, как это ачарьи делали, так же они к этому относились. Сон духовный учитель, он божественный считается для ученика. Еда тоже самая освещенная, чистая. То, что он делает, это имеет смысл высший. С Кришной связано. И, естественно, когда мы наблюдаем, даже поведение Вайшнава, наш ум становится умиротворенным. Уже только по этой причине, что мы видим, что это за образ жизни такой. А всего-то очень просто. Еда, сон, труд, отдых и йога. Вся наша йога сводится просто к повторению мантры. Ничего сложного. Никаких асан, никаких сложных вещей. Остальное нужно регулировать, стараться. Когда йог упорядовачивая деятельность ума и освободившись от материальных желаний, достигает духовного бытия, его называют утвердившимися в практике йоги. Здесь не описывается, как он это делает. Просто вот когда он упорядовачивая деятельность ума, сначала нужно упорядочить ум. Что такое порядочить ум? Ну, есть другие выражения. Мы замечаем одну вещь. Что бы мы ни делали, ум в какой-то степени находится где-то в другом месте. Всегда. Никогда полностью не пребывает в какой-то ситуации. Никогда такого нет. То есть он не упорядочен. Вот сейчас класс Бхагавадгиты хорошо. И нам нужно усилия с вами, чтобы слушать, понимать. Вот эти два часа для ума это будет аскеза. Если человек привык к этому, не сложно, это будет счастье. Если не привык, это будет трудно. Почему? Ум не под контролем. Все трудно делается, дается в жизни. Семья трудно, работа трудно, еду добывать трудно, готовить трудно, даже есть радость не приносит. Даже пережевывает, становится уже скучно. Такая нынешняя жизнь, ум не упорядочен. Он не может быть сосредоточенным на том, что он делает, потому что источник связи именно в этом должен быть, а не в чем-то надуманном. Что будет, когда будет, с кем будет, а вдруг не будет. Все эти события он постоянно вспоминает. Иногда он даже ничего не вспоминает, а просто в плавающем спейс-аут режиме называется. Есть же в компьютере заставка такая, спейс-аут. Вот это ум современного человека. Не упорядочен абсолютно. Здесь говорится, что карма-йога, ум должен действовать вместе с телом, выполнять деятельность. Ум должен. Как? Не ради плодов. Это деятельность ума. Тело может просто копать землю, но ум должен знать, как это сделать йогой. Именно ум это делает йогой. Значит, йога – это работа с умом. Именно здесь это вот отмечается. Упорядочить ум нужно. Так, упорядочили ум. И освободились от материальных желаний. Естественно, если ум упорядочен, если мы думаем о том, что мы конкретно делаем, нам не будет мешать посторонние мысли, желания. Это чисто технический момент. Мы пытаемся просто ум сосредоточить на чем-то одном и про другого как бы забываем. Чисто технически это делается. Но это трудно все-таки удерживать ум. Не так ли? Аджуна скажет, легче ураган и ветер держать. Поэтому нам нужен объект привлекательный. В сознании Кришны это естественно происходит. Вот по этой причине пропадает. Здесь в каждом комментарии, смотрите, он здесь приводит сразу же стих из Шриман-Бхагава. Тут несколько стихов. То есть, естественно, для тех, кто раздел в сознании Кришны. Царь Амбариша. Прежде средоточил ум на лотосных стопах Господа Кришны. Затем одно за другим занял в служении Господу все свои органы чувств. Его уста прославляли трансцендентные качества Господа. Руки убирали его храм. Уши слушали рассказы о деянии Господа. Глаза созерцали его божественный образ. Тело царя касалось тел преданных Господа. Но вздыхал аромат цветов лотоса, поднесенных Господу. Кто такой все-таки лучший йог? То есть, разные виды йоги. И Кришна откликнется на слова Арджуны, что эта йога непосильно, непрактично. И мы на поле битвы. Как я буду практиковать? Мне нужно действовать. И также ум не поддается контролю. Арджуна говорит это. Ну тогда, что же мы должны сказать? Арджуна рядом с Кришной говорит, что у меня проблемы. Что же мы должны сказать? У нас практически ума нет. С этой точки зрения. С этой точки зрения. Есть только чувства, на поводу которых идет ум и разум. Вот какая сейчас тяжелая ситуация. Поэтому, если чувствуем не дать вкус сознания Кришны, ум человек не сможет долго сосредоточить. Там нет вкуса. Но эта йога подразумевает, что человек просто отрегулировал свою жизнь, ему хорошо, и он может заниматься медитацией. Все. Все. Может остановить ум. То есть удовлетвориться тем, что у него есть. Все. Это сильная личность. Мы еще должны достичь этого уровня. Когда будем удовлетворены тем, что имеем каждый. Когда освободимся от этой зависти, от этих вот позывов ума, от этих сравнений, от этих амбиций, от гуна страсти, от желания славы, от желания богатства, выделиться и прочее. Вот это все навеяно гунами. Все это влияет на ум. И когда мы почувствуем, что мы уже довольны жизнью, той, которой мы живем, это хороший уровень йоги. Это высокий уровень йоги. Приверженцем философии и персонализма духовное бытие может казаться непостижимым, недосягаемым. Но человек, обладающий сознанием Кришны, легко достигает его. О чем свидетельствуют эти стихи, описывающие занятия Махараджа Мбариджи. Действовать на духовном уровне может только тот, кто постоянно помнит Господа, и чей ум стремлен к его лотосным стопам. Вот видите, пропад опять к действию все сводит. Тут как раз ничего о действии не говорится. Тут будет говориться как раз о бездействии. Сидеть в позе лотоса и все. А как же действовать? Мы же должны действовать? Вопрос-то гид и в другом. Значит, сейчас Кришна описывает эту непрактичную йогу, невыполнимую, неприменимую для Арджуны, чтобы показать просто, что такое йога. Что такое йога? Как бы ее принцип. Слово йога. А затем он будет говорить другие вещи. Совсем в других вещах. Уже в седьмой главе он уже будет говорить по-другому. В восьмой и так далее, девятый. Там сокровенные вещи будут открываться. Настолько глубокие, что Арджуна уже забудет про все эти формы медитации, технические приемы. Санхи-йогу. Говорит, река нектара. Экстаз. Ты бог богов. Он весь поглощен. Кришной становится. Чем больше слушает его. Вот это уже йога. Как и такой результат йоги. Здесь говорится, что можно сразу начать бхакти-йогу. К этому Прабхупада призывает читателей, чтобы наше чтение было практичным. Не просто умозрительным, как интересно, какая йога описывается, невозможно, нет. А как же нам быть? Здесь комментарий Прабхупада дает на возможность. Каждому человеку может достичь этого уровня в сознании Кришны. То есть действовать. Действовать, думая о Кришне. Подобно тому, как пламя светильника горит ровно, в тихом месте, йог, обуздавший ум, всегда остается погруженным в медитацию, устремив внутренний взор на духовное Я. Значит, обузданный ум называется медитация. Вот оно. То же самое тем, кто непрерывно совершает преданное служение, не отклоняясь этого пути. Придти пур вакам с любовью это делает. И непрерывно, не отклоняясь. Нет, есть еще один стих. Сейчас потом вспомню позже. Где говорится, что Брамбуяйай Калпате. Кто помнит этот стих? Брамбуяйай Калпате. Действия Брамана немедленно говорится. Хорошо, никто не помнит. Потом найдем этот стих. То есть, медитация означает обузданный ум. Тот, кто действительно обладает сознанием Кришны, всегда пребывает на духовном уровне. Ибо он непрерывно думает о своем возлюбленном Господе. Ум такого человека подобен пламени светильника, ровно горящему в тихом месте. Ветер сравнивается с желаниями. И вот этот ветер колеблет светильник, понятное дело. И если даже будет сильный порыв, он может его затушить. Если маленький огонь, если небольшое духовное желание, то оно неустойчиво. И оно может даже затухнуть. Ну, так же, как говорится, искра попадает в воду, гаснет. Искра попадает на сушу, иногда вспыхивает, иногда гаснет, от ветра зависит. Так, мы от погоды можем зависеть, от социальной среды зависеть, это искра на сухой земле. Искра в воде – это тамос. Гастет, просто утрачивает все свойства, не слышит, не видит, не понимает. Уровень низкий. И искра на сухой соломе вспыхивает. Вот это среда. Вот йога с этого начинается. Среду создает. Среда для йоги – это умиротворенный ум. То есть нам нужно следить за умом, когда мы повторяем мантру именно в это время. Когда мантру не повторяем, бесполезно за ним следить. Он всегда переведет к депрессии. О, это невозможно. То, что Аржун сказал. О, я думаю, что голыми руками легче, в органной ветер остановить. О, это трудно. Я не могу контролировать. Гуру Магараш, как мне контролировать? Это нужно делать во время джапы, во время кирта. Между этим не нужно думать, что ум контролируем, не контролируем. Нужно просто выполнять преданное служение. А думать нужно во время джапы. А в остальном там думать особенно не нужно. Какие-то есть навыки, квалификация. Это несложно на самом деле. Это не является какой-то наукой, профессией. Это навык больше. Определенный навык обучаются, как медведь на мотоцикле. Это навык тоже профессионал. Мотоциклист, пожалуйста. Ну, в такой как бы примитивной форме. Ну, да, он тоже может освоить какую-то профессию, какие-то навыки, даже что-то перевозить. Если так кусочек сахара подвесить, на мотоцикле груз, он поедет тоже, это везет, почему нет? Такси заплатить поедет, правда же? Ну, обычный навык. Что тут думать нужно? Мы просто хорошо выполняем свои обязанности для Кришны. Как для Кришны? А потому что мы думали во время Джапы о нем. Вот это значит для Кришны. Эта деятельность будет тоже связана с Кришной. Как ум получает впечатление самскару во время Джапы? На один день 16 кругов. Этой дозы хватает, говорит, чтобы противостоять нишим гунам природы. То есть информация в ум попадает, другое. Но эта доза отталкивает. Достаточно этой дозы ежедневно 16 кругов внимательной Джапы. Вот тут мы должны думать. Это называется воспевание с думанием. Еще так можно перевести. Иногда так говорят. Намапарадха есть. Намабас. Намабас – это воспевание с мыслями, с думанием. Я пытаюсь, воспеваю, контролировать, слушать Джапу. Вот и все. Это уже намабас. Если я пытаюсь слушать, это уже прогресс. Если не пытаюсь слушать, ум блуждает во время Джапы. Это намапарадха. Там нет прогресса. Намапарадха – не прогресс. Там не будет прогресса. Намабас – прогресс. И намабас начинается именно с ослушания под контроль своего «я». То есть мы слушаем Джапу. Под контроль Джапы – трансценентного звука. Вот с этого момента. Ум умиротворяется, и затем мы сможем мысли о Кришне всплывут. Почему? Потому что мы слушаем о нем, его имена повторяем. Мы общаемся с его преданными. Естественно, мысли о Кришне всплывут. Мы так много слышали о нем уже. Как жители Матхура, они слышали о Кришне, когда он был во Вриндаване, они не видели его. Но когда они его увидели, они уже узнали его, потому что они слышали. Не в мгновение ока его узнали тут же. Когда йог достигает этой ступени совершенства, именуемой трансом или самадхи, его ум полностью отстраняется от материальной деятельности. Благодаря чистоте ума он обретает способность видеть свое истинное «я». И оно становится для него источником радости и счастья. Обретя удовлетворение, йог своими духовными чувствами ощущает безграничное духовное блаженство. Постигнув истину, он уже никогда не забывает ее и считает, что нет ничего превыше ее. Такой человек не теряет самобладание, даже сталкиваясь с величайшими трудностями. Вот подлинная свобода страданий, возникающих от соприкосновения с материальным миром. То есть ничего выше нельзя достичь, выше самадхи не бывает состояния. Почему? Потому что оно динамично, развивающееся, вот в этом смысле. Не что-то статичное. Если что-то статичное, можно и дальше пойти. Но это то, что динамично. Собственно говоря, душа настолько динамична, она связана с Богом. Невозможно что-то выше сопоставить, какую-то энергию. Если говорить о душе, ее невозможно и писать каким-то одним языком. Но что-то приблизительное можно составить. Некоторые представления, наблюдая различные формы жизни. Или просто наблюдая собственное отождествление с телом. У нас есть способности ощущать это тело. Грубым образом и тонким образом. Ощущаем тело при помощи касания. Это грубое восприятие. Мы также можем ощущать боль органов или насыщение желудка, более тонкое отождествление с телом. Кость твердая, я опираюсь на эту твердость. Отождествляю себя с элементами земли, таким образом. Но я не знаю об этом. Это происходит как бы бездумно, как природное явление. Но там есть отождествление. Почему? Потому что душа твердая, как камень. Это ее свойства. И в то же время, ум очень подвижный, эфемерный. Душа такая. Она очень эфемерно подвижна. Она очень легкая и тяжелая одновременно. Она подвижная и неподвижная. Она упругая, гибкая и крепкая одновременно. То есть все эти свойства тела, которыми мы пользуемся, пользует эта душа. Почему? Потому что она такая в единственном числе. Все эти качества, ее качества на самом деле. Которые здесь распределены между различными составляющими тела. Говорят, а ситха, птица летает, пропагает. Это мистическая сила. У всех живых существ есть своя мистическая сила. Но эта сила распределяется не поровну, по-разному. Если вы наблюдали, как человека летит над водой, это физики, математики говорят, это невероятная математическая точность. Абсолютно параллельная линия в воде. Абсолютно параллельная линия в воде. Математическая точность. Ситха, она чувствует. Они без навигации передвигаются на огромное расстояние. Ситха, это тоже способность. И каждый живой существует на длиной ситха. Если все эти ситхи сложить, всех 8 миллионов 4 тысяч форм жизни, полубогов включая, это будет одна способность души. Если суммировать это. Ну, примерно так, если проанализировать то, что написано в шастрах, все это суммировать. Потому что еще живые существ есть, живущие в планетах. Пхуми, Чандралока, Вивасван. Есть Брама, который всю вселенную творит. И есть сверхдуша, который превосходит всех в безграничной степени. Это называется динамичный процесс. Что может быть выше этого? Если все способности духа умножаются в бесчисленном количестве. Какое состояние может быть выше транса? Это состояние еще развивается, растет. То есть он это понимает просто по состоянию души. Вот оно счастье и радости, которое испытывает изнутри самого себя. Изнутри своего я йога испытывает. Здесь не описывается, что есть два я. Здесь просто говорится, что здесь ты так постигнешь свою душу. Просто свою личность себя обретешь. Занимаясь йогой, человек постепенно избавляется от материальных представлений о жизни. Это основной принцип йоги. В результате йог входит в состояние транса или самадхи, в котором он с помощью одухотворенного ума и разума постигает сверхдушу, но при этом не отрежествляет себя с ней. Здесь Пхупада поясняет этот текст. Здесь не все раскрыто подробно. То есть о сверхдуше тут речи нет. Но Пхупада поясняет, потому что может возникнуть впечатление, что душа стала Богом. Согласно этому тексту. Она достигла божественного уровня и стала Богом. Нет. Практика йоги в значительной степени основана на учении Патанджалии. Некоторые некомпетентные комментаторы пытаются поставить знак равенства между индивидуальной душой и сверхдушой. Амманисты называют осознание этого равенства освобождением. Они не знают, что истинная цель йоги Патанджали... В чем истинная цель? Патанджали признают существование духовного блаженства. Амманисты отвергают его, видя в этом угрозу для философии единства. Амманисты не признают различия между воспринимающим и объектом восприятия. Но из этого стиха ясно, что духовное блаженство существует. И ощутить его можно духовными чувствами. Это также подтверждает сам Патанджали Муни, основоположник системы йоги. В своих йога-сутрах великий мудрец говорит Пурушардха, Шуньянам, Гунаанам и так далее. Чит, Шакти или внутренняя энергия духовно по природе. Понятие Пурушардха включает в себя мирскую религиозность, стремление к материальному процветанию, в чувственном удовольствии и в конечном счете попытку слиться со Всевышним. Манисты называют такое слияние со Всевышним Кайвалья. Но, по мнению Патанджали, Кайвалья – это внутренняя или духовная энергия, которая позволяет живому существу осознать свою духовную природу. Господь Читтани называл этот процесс Чатадарпанамаджаном – очищением зеркала ума. Такое очищение и есть истинное освобождение из материального плена – Бхава Махадавагни Нирвапанам. Этому понятию соответствует понятие Нирваны, которое также является лишь предварительной ступенью. Бхагаватам эту ступень называют Сварупина Явастити. Это подтверждается и в данных стихах Бхагавадгиты. То есть здесь самадхи – это предварительная стадия совершенства. Потому что здесь пропадают описывать, есть два вида самадхи в комментарии – сампрагьята самадхи и асампрагьята самадхи. Потому что за Нирваной есть еще деятельность, духовная деятельность. Вот это асампрагьята самадхи – активная самадхи. Сампрагьята – пассивная самадхи, просто сидите. И сампрагьята – асампрагьята – это преданное служение, это активная самадхи, в которой вы действуете. Поэтому самадхи нужно действовать еще. Вот это Бхагавадгита объясняет. Но это будет объяснять. В этом стихе нет этой темы. Пропада разворачивает ее здесь, чтобы не было толкований ложных этих текстов. В нынешний век лучший вид йоги – это практика сознания Кришны. И тот, кто занимается ее, не узнает горечи и разочарования. Действуя в сознании Кришны, человек испытывает огромную радость. Так что ему не нужно ничего другого. Люди, которые практикуют тхатха-йогу, тхьяна-йогу и гьяна-йогу, особенно в нынешний век, век вражды и лицемерия, встречают на своем пути множество препятствий, которые неведомы тому, кто занимается кармой-йогой или бхакти-йогой. Здесь говорит, что бхакти-йога дает нам силы противостоять чувствам. Могучный процесс, что даже человек может не жить в уединении, как здесь будет предлагаться. Садиться в асаны, очень долго, средоточенно практиковать эти великие аскезы. Может даже быть грехасткой. Бхакти-йоги, говорится. Может быть даже грехасткой. Настолько могучный процесс. Заниматься йогой, 24-й текст, надо с решимостью и верой. Никогда не сходя с избранного пути. Необходимо избавиться от всех, без исключения материальных желаний, возникающих в уме, и с помощью ума подчинить себе все чувства. Да, но человек достигает вроде бы самадхи, какие еще желания. Кришна какие-то желания еще говорит, что неужели еще какие-то там желания могут быть. Мистическая йога, не шутка. Она открывает в человеке сверхспособности. Это серьезное искушение. Поэтому этот путь очень сложный в наше время. Дойти до него трудно с двух сторон, поскольку это восходящий процесс, требует собственной решимости, веры, очень сильного развитого, как бы развитой воли, и срока жизни и так далее. В этом сложность, восходящий путь труден. И другая сложность, побочные продукты, очень привлекательные. Они отвлекают от йоги. Ситхи. Восемь мистических совершенств. Ох-ох-ох. Раван обладал всеми восьми мистическими совершенствами, говорится. Раван обладал. Многие цари ведического прошлого также должны были обладать ситхами. Иначе не могли управлять. Ситха. То есть они так или иначе владели йогой. Держали ум под контролем. И если он под контролем, вы направляете его туда, куда необходимо, и добиваетесь результата. Если он под контролем. Если не под контролем, человек нигде не добьется результата. Куда бы он ни посмотрел, что бы ни делал, о чем бы ни думал, до конца не дойдет. Нет такой способности. То есть ситха – это концентрация ума. Как Прупада приводит пример Сталина. Сталин, говорит, обладал ситхами. Почему? Ему делали операцию без наркоза. В годы войны. Его резали живым. Шили там, резали, не знаю, что-то с ним делали. Это невозможно перенести обычному человеку. Он молча переносил и спокойно. Почему? Была настолько осредоточена на дела государства, что не замечала этого. Это ситха, это йога. Как бы это метод, элемент йоги, так скажем. Йога, так или иначе, связь с Богом, но у него была связь с государством. Есть история об одном падишахе, который каждый воскресенье или субботу он приходил в мечеть, специально для него мечеть закрывали. Но никого не пускали, на время, пока падишах читает Коран. Приходил в мечеть читать Коран. Все лидеры прошлого были такими. Читали священные писания, глубоко медитировали на этих смыслах. И так они обретали способность управлять, выполнять свои обязанности. Достигали совершенства. И он сидел в мечети. Перед ним была раскрыта книга, Коран. И охрана была, никого не впускали. Но там одна молодая девушка ждала любовника на улице. Назначена встреча была. Около мечети. Свидание. А он не пришел вовремя. Может, вообще не пришел, я не помню. В общем, она бегала вокруг мечети, как она с ума сходила. Неужели меня обманул? Он должен прийти. Нет-нет, он обещал. Она влюбленная, понимаете, ее эксцесс, ум воспаленный. Она носилась по этой мечети, вокруг этой мечети. В конце концов решила, может быть, он в мечети. И как-то она прошмыгла мимо охраны, туда пулей. Проскочила через всю мечеть, столкнула Коран с тумбы на пол. И падишах тут. Даже челму не успела, по-моему. И падишах тут. Что это такое вообще? Кто это? Схватили ее с саблями, знаете, стражники. Приводят. Вот непонятно, что творит вообще. Что с ней делать? Да как ты посмел? Я падишах. Я тут читаю Коран. Ты мне сбила челму, и Священное Писание столкнула на пол. Повесить ее на толстой веревке. Медленная смерть. Тут она испугалась, пришла в себя. О, Боже, 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 что это она творила? Что так получилось? И сказала в отчаянии, когда ее уже повели, на казнь, сказала, ты, ты на самом деле не читал Коран. Ты притворялся, что читаешь Коран. Объясни, сказал падишах. Свои слова. Вот я, говорит, уже ждала любовника. Я даже не заметил падишаха и Коран. А ты так читал Коран, что сразу вышел из себя и заметил меня. Ты не был в Самадхе, ты не был поглощен, ты не читал Коран. О, это мой гуру, отпустите ее. Я теперь буду читать Коран. Мы часто слышим, читайте книги Парупада, читайте книги Парупада. Мы читаем, читаем книги Парупада, конечно. Но мы учимся читать, потому что чтение, это Самадхи тоже. Ум должен быть там, находиться глубоко, в этом динамичном процессе. Это же Бхагавадгита, это же океан знаний. Это Священное Писание. Итак, возможны еще отклонения от своего «я», и даже не отклонения, а как называется, Парупада назвал это отвлечение. Отклонение, с отвлечения начинается, не с отклонения, отвлечения. Где-то они с учениками гуляли по берегу моря, Парупада, и там эти крабы солнечные бегали, в фуре можно видеть их. Здесь на побережье Индии их много. Они бегают, видя вас, они так боком, очень интересно, и в норку. Раз! Всех это привлекает, посмотреть, что за, кто это такой, там что. И вот Парупада гуляет с учениками, там был один молодой, молодой американец, по-моему, не знаю. Но он бегал за этими солнечными крабами, смотреть туда-сюда, Парупада что-то говорил во-то время, общались там, какие-то вещи, важные для учеников, а он то туда, то сюда, то там краба увидит, то еще что-нибудь пропагает. Вот все начинается с отвлечения. Вот так душа выпадает в материальную среду. Даже будучи в самадхе. Начинается с отвлечения небольшого. Поэтому, кто-то считает, я падший, потому что я не в сознании Кришны. Но кто-то, находясь в сознании Кришны, считает, я тоже падший. Почему? Отвлечения. Все еще есть отвлечения. Не отклонения, а какое-то небольшое отвлечение. И он считает, что я падший. Так же. Это разное, как бы, сознание Кришны. Итак, решимость и вера. О вере будет говориться особенно в 9 главе, что без веры невозможно достичь совершенства. Человек остается в кругу самсары, если не развивает веры, накрепляет веру. Здесь также говорится, решимость и вера пройти путь до конца, не оглядываться назад, не возвращаться назад. То есть, билет в одну сторону. Это решимость. И что касается решимости, то йог должен следовать примеру воробьихи, потерявшей свои яйца. Помните, мы эту историю рассказывали, да? Обсуждали с вами. Кто-то запомнил про воробьиху? Кто-то может пересказать историю про воробьиху? Кто хорошо раскачивает? Самый лучший. Выбирайте. Вы же знаете друг друга. Нет, я уже рассказывал. Теперь ваша очередь. Хочешь рассказать? Давай громко, чтобы все слышали. Что-то было. Что-то было. Честно говоря, помню конец, и среди начала была забыла, потому что ей нужно было спасти свои яйца, и она угрожала океану, что она его выпьет. И она начала пить, и было очевидно, что она воробьиху океан, и она была настолько решительна, что привлекла гаруду, а гаруда он мог помочь ей. И благодаря этой решительности все, что яйца были спасены. Благодаря ее решимости или благодаря гаруде? Она была решительна, что привлекла гаруду. То есть гаруда помог, но изначально, если бы она не была так решительна, она строена воевать, и бороться за это. В чем же главная причина, что были спасены яйца? Решимость? Не гаруда. Так, интересная логика. Значит, все, что с нами происходит в жизни, зависит от направления нашей решимости. Раз к ней пришел гаруда, к нам кто приходит? К нам не гаруда приходит, а кто другой приходит? Это тоже наша решимость. Все в этой жизни, что с нами происходит, призвано нашей решимостью. Или нашими тайными желаниями, так или иначе, это решимость. Иногда мы вслух не говорим, что мы хотим, но есть решимость, и так происходит. Вот как удивительно. Так говорится, что в сознании Кришны мы должны обратить на это внимание, потому что осторожны быть в желаниях, находясь в тхаме или в духовном процессе, потому что эти желания, они будут исполняться. Мы знаем, что они нам не нужны, но просто их держим в сердце. И это опасно может быть. Это тоже воритет в какой-то решимости в каком-то моменте. Постепенно постепенно, шаг за шагом, с помощью разума, опирающегося на твердую убежденность, йог должен погрузиться в транс и полностью сосредоточить ум на душе, не думая ни о чем другом. То есть преодолеть все эти тонкие препятствия, привлекательные эти материальные энергии, ситхи, и добраться до души. До конца. С помощью разума, подкрепленного убежденностью, например, большие деньги обещают, если я устроюсь на эту работу. Разум говорит, но если ты устроишься на эту работу, тебе придется работать с утра до ноти без выходных, как твоя практика? О, нет, нет, нет. У меня есть практика, мне нужно повторять, кори, Кришна, я не могу так работать. Конечно, большие деньги, но разум есть, подкрепленную убежденностью. Я говорю, нет, стоп, так я попаду в плохую ситуацию. Так и деньги мне не помогут потом. Это разум. Так. И постепенно, шаг за шагом, постепенно, шаг за шагом, значит, нам приходится себе проповедовать на каждом шагу. Сделали шаг и проповедь своему уму, чтобы дальше делать шаг, чтобы не привязываться к тому, чего мы достигли. Следующий шаг и снова проповедь уму от разума. И снова мы договариваемся с собой, чтобы делать следующие шаги, новые усилия к прогрессу, чтобы отрекаться от того, что мы достигли, от этих плодов труда, не привязываться к ним. Поэтому процесс постепенный, осмысленный, видите, мы сами себя должны убедить при помощи знания, медитации, духовной практики, милости Кришны, гуру, должны быть убежденными в том, что мы на верном пути. Когда санатор Нагасвами нашел драгоценный камень, он сначала подумал, о, Кришна послал, я построю храм. Он давно хотел своего божества в храм поставить. Но храма не было. Под деревом жили. Ну, там какой-то навес он сделал. И тут драгоценный камень, наверняка Кришна хочет, чтобы я построил храм, он сделал этот камень, принял себе в хижину. И знаете, вор же пришел к нему, параматно послал. К отшельнику, боже мой, какой вор. Ну, пришел, говорит, давай ценности. То, говорит, Даша, какие ценности? Я садху. А, постой, постой, ты прав. Ты пришел по адресу, тебя Кришна послал. На мусорном ведре, посмотри, есть какие ценности. Пнул ведро, о, драгоценный камень. Странный этот садху. А почему он держит драгоценный камень в мусорном ведре? И так легко, и вообще не переживает. Я думаю, что у тебя есть что-то подороже, сказал вор. Был разумен. Очень удивился. Садху, он говорит, ты прав, есть кое-что подороже, но я могу тебе это открыть, если ты выбратишь этот камень в пруд. Вот это состояние в пруд. Хуф, надо браться духу. Нужно убедить себя. Но он сказал, что-то большее, лучшее. Так разум взвешивает. Лучше. Ну, то есть, вабанг сыграть уже, да? До конца. То есть, этот разум его победил. Сказал, хорошо. Выбросил камень в пруд, он дал ему мантру. Он был счастлив. Был в трансе, в самадхе. Впал в транс, услышав мантру. Здесь говорится, шанай шанарь, это значит, постепенно, постепенно, дважды. Шанай шанарь. Медленно, медленно, постепенно, постепенно. Без резких скачков. И так, человек может стать очень удовлетворенным процессом. Счастливым в процессе. дает усилия, прыгает еще при этом. Щеплит рву, еще усилия делает какие-то. Понимаете? Какая она садится больше? Первая, которая постепенно, спокойно щеплит рву. Спокойно повторяйте мантру, и все. Не так-то просто спокойно повторять мантру, да? В этом мире. Пока я тут мантру повторяю, время идет, деньги уходят. С помощью твердой убежденности и разума йог должен постепенно прекратить деятельность чувств. Эта ступень называется пратихара. Отстранять чувства от объектов восприятия и обуздав ум с помощью медитации, убежденность йог входит в состояние транса или самадхи. Тогда ему уже не угрожает опасность снова оказаться в плену материальных представлений о жизни. Пока йог находится в материальном теле, он вынужден соприкасаться с материей. Однако ему не следует думать об удовлетворении потребностей собственных чувств. Он должен думать только о том, как доставить удовольствие высшей душе. Этого уровня нетрудно достичь, если просто заниматься деятельностью в сознании Кришны. О, пропады как комментирует. Нетрудно! Тут невозможные вещи описывают. Говорят, нетрудно. Лично легко. Ешьте просад, пойте Киршны, что-то сложное. Правда, всю жизнь нужно это делать. Но нетрудно это. Будет строиться против души. Будет насилием и страданиями сплошными. Ужасная вещь. Это власть ума. Он кажется другом, но он взлейший враг, говорится. можно задать вопрос. Если ум желает быть выше других и лучше других, если ум хочет столько чувственных наслаждений, то как же он выбирает этот путь страданий? подчиняй разуму. Вот как это происходит. Не думай о последствиях, когда уже человек. Все. Мы видим эти вещи в жизни. И если чувства сильны, возбуждаются, если человек кому-то сильно привязывается, он уже забывает о последствиях того, что будет. Но пропады в одном месте пишут. Если у человека развод, страдает все. Особенно, если он высокопоставленный предприятие. У него предприятие пострадает, его здоровье пострадает, его деньги пострадают. Немало таких примеров. Я на своем веку увидел такие примеры, трагические примеры, что касается когда чувства увлекали людей в другое русло и какие ужасные последствия, жуткие последствия. Они не могли потерпеть обычную жизнь, просто потерпеть. Они хотели улучшить не постепенно, а внезапно под влиянием чувств разрушали все до основания. Люди становились шизофрениками, сумасшедшими, депрессивными на лекарствах жизнь заканчивали. Это сила чувства. Это ум. Враг живого существа. Когда он побеждает разум, он не знает о последствиях, ум не знает ничего о последствиях. Он всегда говорит, все будет хорошо. Разве нет, если ты попробуешь этого счастья, все же будет хорошо. это называется две вещи. Помните, что сегодня с памятью? На санскрите. Ну, кто-то догадался? Ну, как это и семью, тут удовольствие, и конечная есть цель. Да, шрейс и прейс. Шрейс и прейс. Прейс, прейс, прейс. Это ум, прейс. Шрейс – это разум. Вот когда разум побежден, это прейс. Вот так получается, что вроде бы понятно, что будут плохие последствия. И мне говорят даже об этом люди. Но ум не понимает этого. Он слышит только желание чувств. Он говорит, ну и что? Зато я буду счастлив хотя бы несколько дней. Ну, хоть сколько-то. Ради этого я могу пожертвовать, чем угодно. Но когда приходит несчастье, он думает по-другому. Зачем я это сделал? Правы были эти люди? Предупреждали меня. Йог, который сосредоточил ум на мне, достигает вершину духовного блаженства. Прашанта пра-манасам хенам йогинам сукам ултамам упати шанта раджа сам брама бутам акалма шам прашанта спокойный, средоточенный на острых стопах Кришна так пропад перевод йог, который сосредоточил ум на мне, достигает вершины духовного блаженства. Выйдя из-под влияния гунной страсти, он осознает свое качественное тождество с абсолютом и таким образом освобождается от всех последствий своих прошлых поступков. Если мы себя не отождествляем с костями этого тела, со слизью скользкой этого тела, с подвижностью, с эфемерным умом, который нам предлагает плавать в бездушном пространстве, воображение жить. Если мы себя не отождествляем ни с воздухом, ни с желчью, ни с желудком, ни с голодом, ни с жаждой, то все эти способности это сильные способности. Мы назовем это жизнью. Все вот эти привязанности это мы назовем жизнью. Схвачено тело, пронзено сознание схвачено тело, это сила души. И вот когда мы себя с этим телом не отождествляем с такой же силой, мы привязываемся к сверхдуши. С такой же силой. На Сахалине мы были на юге самом у берега моря. был отлив и много было видно морское дно, вот это обнажилось в камни, водоросли прикрепленные к камню. Я еще заинтересовался, как они прикрепляются к камню. но это же камень. И вот корень водоросли, она же не в земле, а в камне. Пищу из воды берет, не из земли. Это длинная морская капуста, может быть, такая, знаете, огромная. И она прикрепилась просто к камню. Я взял одну небольшую водоросль и поднял вместе с камнем. И тряс. Ничего не получилось. Но как же она крепится? я пытался оторвать, оторвается водоросль, корень не оторвается. Невозможно было, я пытался отбить камнем, невозможно было. Она как бы врастает прямо в камень. Но это невозможно. Вот такое отождествление, вот он пример природы. Как душа, живое существов, с чем угодно может соприкоснуться, это огромная сила. И вот также нужно привязаться к Кришне, получается, мертвой хваткой. Схватить четкие и все. Так вот зубами, руками, ногами и такие глаза сделать. Только под ним глазам понятно, что лучше не связываться с ним. Пусть повторяют мантру. Это йога, ситха. Видите, невозможные вещи возможны в природе. Живое существо делает невозможные вещи. Куда бы ни устремился. Так обуздав ум и чувства и непрестанно занимаясь практикой йоги, человек полностью очищается от материальной скверны, обретает высшее совершенное счастье в трансцендентном любовном служении Всевышнему. Брама сам спаршам. То есть это буквально соприкасаясь. Спарша значит касаясь Брамы. Брамана касаясь. Ну вот спарша. Касаться его. Такое слово. Совершенный йог видит меня пребывающим во всех живых существах. А всех живых существ пребывающими во мне воистину осознавшая себя душа видит меня единого верховного Господа повсюду. Сарва бута ани чат мани да Сарва бута стам атманам Сарва бута стам во всех живых существах Сарва Он пребывает в них они пребывают в нем а он где находится не там не там у него есть свое бытие еще кроме этого абсолют выше всех этих представлений его бытие не описывается как таковое нельзя это описать описывается по его окружению только самого описать невозможно как такового но по окружению мы имеем некое представление о верховной личности Бога по его окружению без окружения не постигается выше всего он сын ешоды но он же отец всех живых существ это мы знаем что он отец всех живых существ но постигаем его через окружение он еще сын ешоды парадоксальное явление что касается абсолюта он здесь и не здесь он везде и нигде если говорить об этом мире это Кришна не Кришна Парупада говорил материальная природа это энергия Кришны непосредственно зашедшая из Кришны значит это тоже Кришна но задача этой энергии скрывать Кришну это не Кришна программа другая здесь есть энергия открывающая Кришну есть энергия скрывающая Кришну и вот ищем эти энергии при помощи знания ведического которые бы открыли нам абсолютную истину здесь описывается это йога называется и ум это та самая сила которая скрывает от нас абсолют здесь пропада говорит он просто здесь поясняет некоторые моменты которые в стихе не описываются но подразумеваются что еще есть параматма вот здесь о параматме он говорит сарва путас там кто же находится в сердце во всех живых существах значит о чем тут речь идет о параматме и йога одинаково относится к каждому так как понимает что хотя живые существа сообразны результатом своих прошлых поступков занимают разное положение они всегда остаются слугами господа находясь во власти материальной энергии живой существо служит своим материальным чувствам а пребывая в духовной энергии непосредственно верховному господу и в том и другом случае она остается слугой бога таким видением в полной мере обладает человек развивший себе сознание кришны для того кто видит меня во всем сущем и все сущие во мне я никогда не буду потерян и он никогда не будет потерян для меня найти бога чрезвычайно трудно йога сложная очень но удивительно что когда человек находит бога он видит что он повсюду как же он не замечал этого это называется майя это называется ум ум скрывал а бог прямо перед нами перед нашими глазами перед нашим взором на каждом шагу все с чем мы себя отождествляем тоже бог если мы не претендуем на собственность мы сразу видим это это есть йога то есть этого состояния которое описывается здесь мы достигаем по другому при помощи мантры ишиваси дам сарвам как только шаг за шагом будем признавать что все принадлежит богу ишиваси дам сарвам сарвам значит все процесс постепенный сначала мы говорим вся вселенная принадлежит богу я согласен и земля и живое существо тоже принадлежит богу я согласен но что касается моей заработной платы я не очень согласен но я повторю Харе Кришна ем просад и начинаю догадываться что просад до копейки целиком тоже кришне принадлежит я просто пользуюсь этим мне дано право использовать разум да необходимость я для этого предназначен чтобы использовать разум поэтому мне дана собственность но Кришна свою собственность дает мне для того чтобы я развил разум теперь я понимаю зачем эта собственность предназначена для чего служение богу хорошо но тогда я должен занять еще и ум и тело даже тело и вот постепенно когда мы занимаем все эти энергии это та же самая йога через преданное служение то же самое результат такой же то есть есть технический какой-то метод аналитический технический метод и есть естественно как бы метод деятельности в сознании Кришны с этим сознанием он поклоняется служит сверх душе зная что сверх душа и я суть одно такой йог при любых обстоятельствах остается во мне здесь слово экатвам в единстве находится сарвабутастхитам пребывающим в сердце каждого и экатвам он поклоняется и служит сверх душе зная что сверх душа и я суть одно такой йог всегда при любых обстоятельствах остается во мне всегда оставаться в сознании Кришны мы так говорим вот она йога йог созерцающий сверх душу видит в своем сердце всемогущую экспансию Кришны Господа Вишну с четырьмя руками в которых он держит раковину диск булаву и цветок лотоса йог должен знать что Господь Вишна не отличен от Кришны Кришна в образе сверх души находится в сердце каждого живого существа более того бесчисленные параматмы пребывающие в сердцах бесчисленных существ не отличны друг от друга точно так же нет разницы между человеком который развил в себе сознание Кришны и всегда с любовью служит Господу и совершенным йогом созерцающим сверх душу находясь в материальном мире йог обладающий сознанием Кришны может заниматься разнообразной деятельностью но при этом он всегда пребывает в Кришне это подтверждает это подтверждает йоджа йоджа посредоточив внимание на божественном образе Кришны вездесущем находящемся вне времени и пространства человек погружается в мысли о Кришне и обретает счастье трансцендентного общения с Господом сознание Кришны высшая форма йогического транса осознав что Кришна как параматма пребывает в сердце каждого существа йог достигает совершенства Веда Гопалтапани Упанишата непостижимо могущество Господа сказано следующее хотя Господь один он пребывает в сердцах бесчисленных существ в смерти счастья также сказано Вишну один однако он безусловно вездесущ оставаясь единым он силой своей непостижимой энергии пребывает всюду подобно солнцу которое появляется сразу во многих местах какие-то вопросы появились по этой теме мы быстро проходим может быть есть какие-то вопросы давайте отвлечения 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 а что непонятного в отвлечении мне кажется это у всех есть опыт это нормально потому что это происходит ты не находишься в постоянном состоянии как сказать связи да ты выходишь на работу утром и богля тебя отрезало сегодня была гроза так утром слышали ой бабах стекла чуть-чуть сильная гроза была какой-то удар был недалеко где-то метров всего не больше трехсот по времени если от вспышки до звука отвлекало внимание я про это хочу сказать было отвлечение но это могущество материальной природы но если вы видите в этом громе молнии кришну то даже отвлекаясь не отвлекаетесь вы тоже отвлекаетесь но все равно прохи кришну видите не отвлекаетесь видите не так чтобы уши затыкаете глаза закрываете йога сознание кришны и совершайте преданное служение вслепую без ушей без ничего нет как раз вы открываете эти вещи для деятельности для служения правопад говорит я кришну вижу даже в бомбе которая летит на его дом он так сказал когда вы предупредили что с вами сейчас бомбобежище нужно идти не надо готовить на кухне а он для божеств готовил говорит нет я приготовлю качуарь а потом пойду в бомбоубежище там сейчас бомба на голову упадет если бомба упадет на голову я в нее вижу кришну это тоже кришну а прохлад махарач его отец хотел убить всякими способами он везде видел кришну и в бешеных слонах видел кришну и в змеях и ракшасах и повсюду это вишну пуране описывается другие детали еще богвата пуране описывается эта история вишну пуране тоже описывается что отец его не мог убить но он был ситха великий очень хирани аскезы поэтому приказ на дно океана погрузите его обвяжите цепями бросьте на дно океана на это дно нужно водрузить камни и сделать гор над океаном вот так прохладом мы похороним живьем навечно раз он такой бессмертный придумали такую расправу и он был очень сильный он это сделал обвязали цепями прохлада в кокон на дно океана и камни водрузили верес был над океаном гору создали при помощи могуч то хирани к жепу сделали такую вещь и прохлад лежал там на дне океана под этой горой и думал нельзя спорить со старшим пусть здесь сделает все что хочет этикет папа закончил закончил ну все я пошел и он так вот рукой сделал и все это развалилось почему-то и вышел оттуда сказал Харе Кришна папа как дела до бешенства довел просто не отвлекался от сознания Кришны мы не имитируем я не думаю что мы достигнем такого уровня как прохлад Махараш вот буквально но хотя бы просад проесть вот в этой жизни решимость нужна понимаете не отвлекаться хотя бы от этого от своих 16 кругов папа даже сказал просто проешьте сознание Кришны просто проешьте его проесть надо и все хотя бы так нас никто не будет под верес там знаете цепями вот просада череда просада вот от этого места и до до головки в арендавле и мы едим 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 и там оказываемся что тут сложного еще какой вопрос еще раз вопрос если он случайно оставит тело в хороший момент то что мы называем случайность это определенная заслуга того или иного характера допустим человек идет по улице переходит дорогу так это происходит он просто это что случайность заслуга верно это случайность для него случайность он не знал что так будет он не знал всего лишь на все но это заслуга а бывает другая история человек приходит в какой-то город а там у них обряд слониху выпустили в городе и она ищет любого кто возьмет на спину станет царем царя устанавливает таким путем слониха это выбирает и слониха берет его и на спину кладет вот он только в этот город попал заслуга тоже случайность не планировал этого откуда заслуга карма случайность она относительно так говорит философ просто этого я не знаю вот смотрите как в городе все хаотичности посмотреть машины люди хаос все случайно любого человека спросите каждый знает куда идет ничего случайного а в целом поскольку я не вижу причины я думаю ну мало ли что здесь может быть все случайно все непредсказуемо это просто мое несовершенство ведь кирпич ни с того ни с сего на голову не падает это сказал кто авторитет большой сказал это сказал этот не Булгаков этот его герой Воланд черный маг ему надо верить все таки люди верят Булгакову поэтому мы цитируем Булгакова Пушкину верят тоже иногда Пушкина цитирую вместо Бхагавадхиды Бхагавадхиды могут не верить а после Пушкина сказал но другое дело душа не может чего-то сказать другого кроме Бхагавадхиды она просто искажает эти вещи но она говорит то же самое мы можем это чувствовать то что написано здесь в разных гунах то же самое будет есть люди в невежественной очереди говорят я читал читал да знаете и вот я труды Ленина читал и знаете один к одному Бхагавадхиды находят уже аналогии в разных гунах так происходит но это искаженное знание это тоже та же Бхагавадхиды но она уже много-много раз искажена другого ничего нет тождество здесь в этом случае тождество можно сказать взаимоотношения связь тождество как дружба допустим служение тоже тождество например я и отец одно Иисус сказал это тождество но они отождествления и они становились отцом мы просто вместе вот это значит тождество вместе союз это союз означает большее слово йога союз не подмена а союз не то что я перехожу в ваш кабинет вас в окно выбрасываю и сажусь на ваше место так это йога называется бога устраняю сажусь на его место нет это отождествление себя с богом от тождества союз йога вместе об этом речь идет да это привязанность привязан к духовному, привязан к общению с предами, к Прасаду, это духовное привязанное. Проповедь. А можно еще по отвлеченности, получается, динамичная самадхи? Ассам прагята самадхи. Самадхи динамично? Да. Обновляющееся состояние. Самадхи – это обновляющееся состояние. Не то, что какая-то картинка зафиксировалась навечно самадхи, но тогда скучно становится, что бы там ни было. Что бы там ни было, если там нет динамики, я теряю интерес. Это все ясно, да? Тема, в принципе, не такая сложная. Но если ее с йогой сочетать, это довольно сложная тема может быть. Но, в принципе, как Прасаду комментирует, это легко понять. Через сознание Кришны это легко понять. А прямые тексты понять очень трудно, что написано здесь. Совершенным йогом у Арджуна называют того, кто, сопоставляя каждого с собой, видит, что и в счастье, и в горе все существа поистине равны. Ну вот здесь интересный момент, что человек всегда с собой сопоставляет все, что видит, что воспринимает. Но он не имеет на это права, пока не станет совершенным йогом. Совершенный йог, может все сравнивать с собой, ошибки не будет. Если его ум чист и сердце чисто, то все просто сравнивая с собой, он понимает, что есть что. Так часто ученики делали Прапада, а это можно есть? Ну дай попробуй. Вот это ягода, в Индии растет северная ягода. Это нормально, что мы ее видим? Прапада попробовал? Да? Нормально? Просто на вкус попробовал, да? Нормально? Если чувство чистый, ум чистый, можно сравнивать со своими чувствами умом. Как старший предный имеет право свое мнение выражать новичку, как наставление даже, что имеет этот опыт. Но если человек, скажем, не находится на таком духовном уровне, он не может давать наставление тому, кто выше, потому что его чувства на другом уровне, он стянет его вниз. «Арджуна сказал у Матху Судана, практика йоги, которую ты описал, кажется мне непосильной, ибо ум мой беспокоен и неустойчив». Вот тут короткий разговор. В этом стихе Арджуна отвергает практику мистической йоги, описанную Господом Кришной, начинается с слов «Шучао деше и до йоги парамах». Ибо считает ее непосильной. В век Кали обыкновенный человек не может уйти из дому, в горы или в лес, чтобы в уединении заниматься йогой. Жизнь людей в этот век коротка, и всю ее они проводят в тяжелой борьбе за существование. Они не принимают всерьез даже простые, легко выполнимые виды духовной практики. Что же тогда говорить о более сложной системе йоги, которая требует особого образа жизни, определенного положения тела во время медитации, тщательного выбора места и полного отстранения ума от материальной деятельности? Будучи человеком практичным, Арджуна понимал, что это практика йоги ему не по силам. Хотя у него было очень много достоинств. Он жил очень долго, принадлежал царскому роду, был наделен множеством добродетелей, прославился как великий воин и, самое главное, был близким другом Господа Кришны и Верховной Личности Бога. Пять тысяч лет назад у Арджуны было гораздо больше достоинств, чем у нас в нынешнее время, и все же он отверг практику мистической йоги. Мы нигде не найдем упоминания о том, что он когда-либо занимался ей. Поэтому для основной массы людей, живущих в Век Кали, данную практику йоги следует считать неприемлемой. Конечно, некоторые очень редкие люди могут заниматься ей, но для большинства это невозможно. Если так обстоят дела, обстояли пять тысяч лет назад, что тогда говорить о сегодняшнем дне? Те, кто пытается имитировать эту практику, посещая пресловутые школы и общество йоги, лишь напрасно теряют время, хотя и думают, что добились каких-то успехов. Они пребывают в полном неведении относительно истинной цели йоги. Благотворительность в материальном мире, она подготавливает человека к йоге. Потому что разотряснять себя с телом, нужен запас благочестия большой. Способность отдавать должна быть развита. Он должен даже воздух этого тела вернуть в воздушную стихию. Все вернуть обратно. То есть, это запас благочестия очень большой. То есть, много благотворительности нужно сделать в прошлом. Сколько нужно, как цари праведные, они раздавали столько коров, браманов, золота. Постоянно. И в конце жизни они еще могли разотряснить себя с телом, уйти в лес. За этим было огромное благочестие. Сейчас нет такого благочестия в мире, никто не совершает. Поэтому очень трудно разотряснить себя с телом таким путем. Просто отдать его. Помните, как Индр пришел к дадичи и сказал, что победить в ритру можно только при помощи твоих костей, дадичи. Отдай свое тело. Ради блага всей вселенной нужно убить этого демона. Единственное оружие это твои кости, сказал Господь Вишну. И когда он узнал, что это Вишну сказал, сначала он удивился, полубоги пришли забрать его тело, жизнь. Почему вы такие вещи говорите? Это же неэтично. Это всегда трудно для души расставаться с телом. Почему вы сейчас хотите совершить насилие? Говорит, нет-нет, это наставление Вишну. А это мой Господь сказал, тогда я дам это тело. Это благочестие. И как эти великие герои во время войны отдают свои жизни. Это тоже запас великих благочестий. Если это вынужденно делается, это не является подвигом. Если сознательно, это подвиг. И также йога это подвиг, великий подвиг. И более великий, чем какой-либо другой. Потому что отдать нужно, не рассчитывая на вознаграждение даже. Ум неугомонен, неистов, упрям и очень силен у Кришна. И мне кажется, укротить его труднее, чем остановить ветер. Трудно. Очень сильный, упрямый. Да, здесь Прабхупад говорит, что ум даже его разум может подчинить. И мы прочитаем сегодня последний текст. Господь Кришна сказал, Он могучий сын Кунтии. Обуздать беспокойный ум, конечно же, чрезвычайно трудно. Однако это можно сделать с помощью отказа от мирских удовольствий. Интересно, как ум становится смиренным, когда не получает удовольствие. Долгое время лишается чего-то. Например, человек был богатым, стал гордым, жадным, стал применять насилие, враждовать богатство, пьянит человека. Да, он деградирует. И в конечном итоге что он достигает? Рождается в нищете. Потерял разум. Либо теряет с потерей разума и богатства может. И становится нищим. И теперь он смиренный. Ко всем одинаково. И к слону, и к браману, и к собаке, и к собакоеду, смотрите. Это ум. Его можно победить, если не давать чрезмерно чувственных наслаждений. Вот так можно починить его. Он теряет силу. Силу он получает именно от чувств. Или от планов разума, как обрести чувственные наслаждения. Он очень-очень сильный становится. Если пообещать человеку какие-то вещи, которые ему очень-очень нужны, он очень сильно будет действовать. Вдохновить его какими-то плодами труда ум становится очень могущественным. Но если сказать «ничего ты из этого не получишь», он становится слабым. Итак, вопрос чувств. Самый главный в йоге также, связанный с умом, чувства. Их нельзя присыщать. И также нельзя слишком ущемлять. Слишком много есть, слишком мало есть, слишком много спит, слишком мало спит. Помните, да? Не станет йогом. Ум выйдет из-под контроля. Если мы подавляем свою природу в сознании Кришны, это тоже самое пользы не принесет. Либо наоборот, слишком творчески становимся. Тоже отклонение может быть. Это баланс разума. Вот тут разум должен пробудиться, чтобы принимать правильное решение. Йога, будхи йога. С помощью определенной практики, здесь пока не говорится, какая практика, но отказ от мирских удовольствий. Значит, нужно следить, чтобы тело было здорово, не больше. Не больше. Не нужно присыщать чувства. Это язык, желудогениталии. Все. Так говорится. Нектар наставлений. Об этом как раз и говорит. Это как победа над умом. С ним победили эти три центра. Отрегулировали, так скажем. Отрегулировали. Можем работать с умом уже. Здесь прупада снова говорит, что в практике сознания Кришны, естественно, это и есть та самая практика. Если все связать с Кришной, ум будет под контролем. Последний текст. Для того, чей ум не обуздан, самоосознание непосильный труд, но тот, кто покорил ум и идет к цели верным путем, непременно добьется успеха. Таково мое мнение. Мнение Кришны. Мнение Кришны. Мнение, но также ма-ти означает разумение. Ма-ти означает разум. Мнение и разумение, так можно сказать. Но если перевести для нас то, что Кришна это говорит. Для нас же Он говорит. Это его мнение, но мнение означает, что ты можешь иметь свое мнение. Подразумевает так, что у меня свое мнение у тебя. Но для нас мое мнение означает, что Его разум закон. Когда Кришна говорит, при одной понимает – это закон. Я, конечно, могу иметь свое мнение, но это против. Против закона. Кришна так думает, и это его разумение. Я принимаю это мнение. Это преданный. Итак, Кришна не навязывает, тем не менее, видите. Непосильный труд, сама сознание, если ум не под контролем, тогда трудно. Но если ум покорен и путь верен, обязательно, несомненно, непременно добьются успеха. Таков закон. Верховный Господь говорит здесь, что если мы не воспользуемся предписанным методом лечения, позволяющим оградить ум от материальной деятельности, то не сможем достичь успеха в самоосознании. Те, кто пытается заниматься йогой и в то же время предается мыслям о мирских удовольствиях, похож на человека, который старается разжечь костер и в то же время поливать дрова водой. Для того, чей ум не обуздан, занятие йогой становится пустой тратой времени. Такое подобие йоги может принести материальный доход, но оно не поможет человеку постичь свою духовную природу. Мы должны починить себе ум, неустанно занимаясь трансцендентным любовным служением Господу. Если мы не будем действовать в сознании Кришны, то не сможем все время держать ум в повиновении. Человек, обладающий сознанием Кришны, без особых усилий достигает результата в практике йоги, тогда как йог не сможет достичь совершенства, не развив в себе сознание Кришны. Вот это комментарий прупады к этой главе. И в следующий текст Арджуна снова могу задать вопросы. 36 текст мы с вами прочитали. Давайте обсудим. Что значит, на самом деле, быть привязан к сверху душе? И что чувствует вообще внутри вреда, который достиг этого уровня, который внутри предстоящему привязался к сверху душе? По-разному. Сверх душа, если он привязан к сверху душе, означает, что он привязан к наставлениям гуру. Это равносильно. Потому что гуру – это внешнее проявление сверху душе. Если он привязан к наставлениям гуру, значит, достиг сверх души. Если просто привязан к присутствию гуру, еще не достиг сверх души. К вапу. Вапу – это физическое присутствие. От вани – это уже связь со сверх душой. Наставление. Но вапу цена в том, цена, что можно слушать духовного учителя, получать наставления. И видеть образ жизни, служить образу жизни. Это помогает также услышать наставления и достичь сверх души. Потому что Аджуна тоже спросит об этом, как, если человек достиг духовного, как он ходит, как он сидит, как он ест в этом мире. Тоже это важно видеть, важно знать, как он, какой образ жизни у него. Это тоже помогает нам обрести понимание сверх души. Привязанность к сверх душе – это также благодарность за то, что мы имеем общение с Прабхупадой, с ученической преемственностью. Как я помню, сказал Гопал Кришна Госвами, однажды мне запала в сердце его фраза. Он говорит, что мы должны день и ночь благодарить Кришну за то, что нам дал Шла Прабхупаду. Вот таким образом. Это привязанность к сверх душе. Это также сильная привязанность к преданным может быть. Мы же читаем с вами из десятой песни, или из читания череда Амриты, или из жизни великих святых, очарьев. Как они встречаются, как разлучаются, как они привязаны, как они любят друг друга. Огромная сила чувств, глубокая сила чувств. Это тоже привязанность к Кришне, так выражается, сверх душе. Если преданным не привязанным к обществу преданных, это немножко браман, что-то такое. И некий индивидуализм еще. Каждый сам себе делает карьеру. Как материалисты, они тоже учатся в институтах. Каждый сам себе делает карьеру. Если они дружили, будучи студентами, получив разное положение в обществе, они забывают о дружбе. Это важно карьера. Уровень заработка может их разлучить также, если делать разными. Но в сознании Кришне мы учимся вместе, мы привязываемся, несмотря ни на что, духовно. Мы становимся одной семьей. Это привязанность к Кришне, это к сверх душе. — Нет, четыре принципа — это платформа, на которой мы обуздываем об. Хари Кришна Махамантра, главное. Мантра, ман-ум, тра-э-те, освобождение ума, мантра. Мы получаем мантру по цивеприемственности, именно мантру. И при помощи мантры возможно контролировать ум. В тексте восемнадцатом говорится, что предыдущие дети мантюма, собирая материальные желания, это раскрыли очень сильно. Но потом достигают духовного бытия. Что именно имеется в виду, достигая духовного бытия? — Духовное бытие. Пхава, можно так сказать еще. Духовное бытие — это как... Ну, бытие — это как явление, что ли, как рождение бытия. Мы достигли этого бытия, материального, через рождение. И также духовное бытие — это через осознание души. Бытие означает целый мир. Я есть, я существую. Но этот материальный мир сбивает меня с толку. Материальное бытие. Но я могу существовать в духовном мире. В духовной энергии находиться. Это бытие называется. Пребывать в духе. Дух пребывает в духе. Это бытие. Так можно выразиться. Сейчас душа пребывает в теле. Но там душа пребывает в духе. В брамане, в параматме, не знаю, там, не знаю. В сознании Кришны, в отношении с Кришной. Так или иначе, бытие. Если мы с вами увидим сейчас вот это место духовным, можете считать, что мы в духовном бытии уже находимся. Если мы видим духовными глазами, мы можем находиться в духовном бытии. Что значит пробуждение разума? Ну, уже есть, а что значит? Разум, главное, вот там много, несколько функций. Говорят, их даже больше, чем 4 или 5. Я знаю 5 функций разума. Но главная способность разума – это способность различать, что благоприятно для моего духовного развития, что неблагоприятно. если мы способны отвергать неблагоприятное и принимать благоприятное, это пробужденный разум. Если еще не способны, мы понимаем, что это правильно, но не способны, разум не пробужден. Да, вы просыпаетесь только-только. Сестра Смонова так шутила, старшая. Стой. На 4 года старше меня. Сожми вот так кулак. Сильно. Невозможно. Когда вы расслаблены, спите, еще не пробудились, вы не можете сжать кулак. Странное чувство, у вас нет силы. И она смеялась. А вы пробуждаетесь, оп, все, можете. Действуете. Разум сейчас как бы дремлет. Душа тоже дремлет. И кажется, нет сил. А если пробуждается, есть ли? В каком обществе? Вообще в обществе. Ты сказал, в основном не с пробужденным разумом? В основном не с пробужденным разумом. Даже слово «основное» не подходит. Абсолютно. В абсолютной степени. Все спят в мае. Все в мае работают, в мае все. В иллюзии. Миллиарды людей. В мае. Так и есть. Мудрецы умеют не беспокоя людей вывести на правильный путь. Вот такой смысл-то. Умеют не беспокоя людей вывести их на правильный путь. Не то, что, ну и Бог с вами. Нет, это не мудрец. Это калиюга. Это каличела. Мудрец знает, как не беспокоя это сделать. Это и есть мудрец. Можно. Можно. 6.25 тут. Постепенно, шаг за шагом, с помощью разума, опирающегося на твердую убежденность, Йо должен погрузиться в Францию полностью сосредоточить ум на душе. Не думая на чем другом. На душе имеется в виду как? На сверх душе. Может быть. Но здесь, в этом контексте, просто на душе. А как сосредоточить? Я. Средоточить на этом. Я, когда человек отходит от их отождествлений, должен сосредоточиться, зафиксировать. Ну, приклеить свое внимание туда. Ум. К душе, к себе самому. Я. Какой интересный спектр? Внутренний взор, так мы развиваем себя. Можно увидеть себя. А дальше он должен увидеть сверхдушу, потому что увидеть себя без сверхдуши мы не можем. Когда он оборачивает взор к себе, он видит две души. То есть, он будет видеть, но он будет видеть, что не он видит, а его видят, поэтому он видит. Понятно? Ну, как солнце. Поэтому мы видим, потому что солнце светит, поэтому мы видим. Также здесь он обнаруживает эту вещь, что сверхдуша, поэтому мы можем понимать себя. Но сначала просто нужно осознать свое «я», отдельное от тела, и все. Как мы это делаем в практике сознания Кришны? Кто-то может сказать? Я. Как постигаем свое «я»? Ну, и что дальше мы воспеваем, и что? И как мы постигаем «я»? А как постигаем-то «я»? А как, что это означает «постигаем»? Ну, вы все правильно говорите, но... Это выученные вещи, хорошо. Да, вы что-то знаете, конечно, и все. Здесь, говорится, нужно свое «я» познать. Я об этом спрашиваю. Как вот свое «я» познается здесь? Ну, как оно познается? Ну, я общаюсь, как же я познаю это? Желания какие у меня, я начинаю думать, что у меня это желание? Я это желание. Так, уже ближе. Это анализ процесса. А как постигает? Ну, как это происходит? Что это происходит? Мы понимаем к словенному природу своего, и так вот постепенно идем к своей вечной природе. Это все опыты, да, предназначение, а вообще предназначение. Так вот, как же все-таки это происходит? Непонятно мне совсем. Так все служат, на работу ходят все тоже. Понимает, что мы не понимаем, что мы не понимаем. А как это? Ничего не понимаю. Вот вы говорите вообще. Ничего не понимаю. Вот я новый человек, вообще ничего не могу понять. Что вы такое говорите? А, так написано в писаниях. Ну, уже основания есть. Хорошо. Ваша уверенность основана на священных книгах. Ну, я уважаю вас. Ну, а как все-таки? Объясните мне. Кто-то, я не помню, из Махараджи рассказал такую историю, что в Америке на лекцию преданных пришли две негритянки. Они были очень полные такие, очень полные. И тогда они услышали, что у них есть это тело, душа. Они были очень радостные. Как приятно, что мы не это делали. Вот, наконец-то. Нормальный ответ есть. На Киртоне, когда мы начинаем вот так вот себя вести, как сумасшедшие, вот это и есть реализация своего я. Понятно? Не замечаете этого? Может быть, вы не замечаете, а может быть, уже заметили, что все наши продвижения, какие бы ни были, исходят из Киртона. В любом направлении, которое вы берете потом, что вы будете делать. Учиться ли, действовать ли, служение какое-то делать, не знаю. Управлять, что угодно. Только будут зависеть от Киртона. От осознания своего я на Киртоне. Прямо на Киртоне приходит. Удивительно, правда? В любом месте можно Киртон привезти. В любом месте становится чистым. Чистым от отождествления имеется. От чего он еще чистый? От микробов? Короталы бьют, микробы дохнут. Вот как работает Киртон. Что мы только не слышали. А почему Киртона, ты хочешь спросить? Почему Киртона, ты хочешь спросить? То есть, в чем разница, почему Киртон на Киртоне, чем Джапа? Господь Читань танцует, потому что. Джапа говорит, сам повторяй. Он так и сказал. Тот мой преданный, кто мне приносит 100 тысяч ежедневно. Так он выразился. И преданные сказали, где взять 100 тысяч рупий. По тем временам баснословная цифра была. Они буквально подумали, что нужно 100 тысяч рупий каждый день, Господь Читань, приносить, чтобы считали его преданным. Он говорит, 100 тысяч имен. Это то, что мы должны, это наш долг. А Киртон – это милость. Джапа – это наша работа над собой. Это вот тьяна йога. Что-то вроде этого. Там тоже есть милость, безусловно. Но она требует нашей работы над собой. Это усилия, которые очень ценны. Очень необходимы нам развить решимость, внимательность, ответственность, уважение к святому имени, благоговение. И вот это мы развиваем сами. А Киртон мы приглашаем в Господа Читания. И он является, и мы осознаем свое «я». Вот и все. Это зависит от степени веры. Как мы участвуем в Киртоне. Ну и также может зависеть от времени проведения Киртона. Может быть зависеть от количества времени проведения Киртона. Если Киртон длится долго, 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 мы забываем про те стеснения. Вот эти ратхаяты большие, скажем, когда фестивали, когда воспевание там длится, длится, длится. Все забываем. Степень веры может постоянно расти, или она не будет в Киртон? Что-то зависит от степени веры. Вера. Вера – хрупкая вещь очень. Например, я верю, что преданы все духовные. Начинаю общаться. Не все духовные. Моя вера может пострадать, верно? Вера может пострадать, совершенно верно. Или Садху мне сказал, я ему верю, что Баджанакрия – это путь к очищению сердца. Я взялся, но мне ничего не получилось. Моя вера пострадала. Как же вот эти вещи, мы же получаем по милости веры. И Садху Сангу, и Баджанакрию. Как же эти вещи, чтобы они помогли мне укрепить веру, а не разочаровали меня. Поэтому Господь читает, говорит, избегайте искорблений. Когда общаетесь с Садхой, выполняйте Баджанакрию вместе. Вот тут силу вступает в этот закон. Если мы будем избегать искорблений, наша вера будет крепнуть. Вера – хрупкая вещь. Нужно сделать ограду вокруг нее. Поливать, сорняки выдергивать нужно. Защищать. Защищать веру друг друга тоже. Полминуты осталось, максимум. Если он привязан к различного рода наслаждениям, как сделать так, чтобы его испарить от желания наслаждаться? Ум? Да. Ну что-то повкуснее нужно. Нет, нет. Похоже, так не получится, если он возбужден. Насколько я понимаю, в вопросе именно этот вопрос. Если он возбужден – нет. Нужно общаться с преданными. Потому что, общаясь с преданными, мы контролируем ум в большей степени. И именно в обществе преданных мы должны практиковать и испытывать этот вкус, насыщаться духовным вкусом, пока он не станет значительным в достаточной степени, чтобы выместить все эти желания, чувства. Общаться с преданными нужно. Если он возбужден, скорее всего, человек не сможет управлять. Объекты чувства, они в этом случае выше ума, говорится, когда он не под контролем. Власть имеют над ним.